Субтитры создавал DimaTorzok Процессор Pentium 2 станет определяющим фактором для развития рынка персональных компьютеров в текущем году Собственное мнение на этот счет имеет корпорация National Semiconductor Она сообщила об успешном выпуске чипа Cyrix 686MX, созданного по 0,25 микронной технологии По утверждению компании, он будет обеспечивать производительность на уровне Pentium 2 Массовый выпуск новых процессоров Cyrix намечен на лето этого года Спустя некоторое время после сенсационного объединения Compact и DEC Появились осторожные оценки этого события Первое, в чем согласны все эксперты, в лице DEC Compact получила лучшую в индустрии сеть сбыта и технического обслуживания Теперь Compact в состоянии предложить полный набор продуктов и услуг во всех секторах рынка От ноутбуков до крупных серверов и менфреймов Помимо этого, в распоряжении компании оказались права на 64-разрядный чип Alpha Таким образом, Compact будет в меньшей степени зависеть от монополиста на рынке микропроцессоров Корпорации Intel Технологии виртуальных студий, появившиеся несколько лет назад, уже с успехом применяются телевизионными компаниями Европы и Америки Трехмерные компьютерные декорации, которые позволяют создавать эта технология, повышают качество оформления программ и упрощают процесс съемок В нашей стране имеется лишь несколько действующих виртуальных студий Это в первую очередь связано с дороговизной соответствующего оборудования Но технологии не стоят на месте и постепенно виртуальные студии становятся доступны для мелких и средних телевизионных компаний Мы сейчас с вами находимся в реально работающей виртуальной студии За моей спиной находится зеленый фон, который будет заменен на бэкграунд или подложку, которая создана с помощью компьютера В действительности все оказывается просто Компьютер выделяет в изображении участки зеленого цвета и вместо них помещает трехмерные декорации Весь процесс происходит в режиме реального времени, без задержек на просчет данных Комплект оборудования, необходимый для виртуальной студии, вполне стандартен Супер-ЭВМ для обработки информации, управляющий IBM совместимый компьютер с системой Windows И видеокамеры на специальных роботизированных платформах Вот здесь на камерой и под камерой находится так называемый камера-трекер Это устройство, которое передает информацию о положении камеры, об ее фокусе на суперкомпьютер В соответствии с этой информацией суперкомпьютер поворачивает виртуальную декорацию По мнению экспертов, виртуальная студия ждет большое будущее Ожидается, что в ближайшие пять лет они будут повсеместно использоваться при создании информационных и художественных программ Сегодня наш виртуальный гость – менеджер по продуктам компании Компакт Виктор Леонидович Городничий Добрый вечер Добрый вечер Виктор, стиль Компакт всегда отличался большим динамизмом и универсальностью Поэтому и наша беседа, если вы не против, будет касаться самых различных тем Начнем, пожалуй, с наиболее интересного для телезрителей Что же ждать пользователям от объединения Компакт и ДЭК? Ну, это действительно очень большое событие в компьютерном мире Но вопрос, что называется, находится в стадии решения И, к сожалению, у нас существует даже специальный период молчания Когда мы не можем давать комментарии вот об этом слиянии А какой в этот период? Ну, наверное, когда владельцы акции Digital проголосуют за объединение И когда американский антимонопольный комитет одобрит это объединение Где-то, может быть, несколько месяцев нам еще предстоит ждать Я знаю, что Компакт по праву является одним из самых известных производителей Брейтнем В связи с этим мне бы хотелось узнать, что нового и интересного вы приготовили для домашних пользователей? Пожалуй, никакие другие линии продуктов Компакт не обновляет так часто, как домашний компьютер И вот в январе мы выпустили новые серии компьютеров для дома Компакт Пресарио Это такие традиционные модели в классе очень недорогих компьютеров Компьютеры 2200, Пресарио 2200 Компьютеры для такого среднего пользователя и для наиболее такого требовательного пользователя Компьютеры Компакт Пресарио 4800 Виктор, я знаю, что люди, которые приобретают компьютер, сразу же начинают беспокоиться о том, как быстро он устареет А какова, на Ваш взгляд, идеальная конфигурация домашнего компьютера? Ну, безусловно, для меня идеальным домашним компьютером является Компакт Пресарио Но дело в том, что Компакт специально развивает технологии для домашнего пользователя То есть я думаю, что сегодня компьютер для дома должен начинаться с достаточно мощного процессора Где-то работающего на частоте 200 и выше МГц Наиболее такие интересные сегодня модели это AMD K6 или Pentium 2 корпорации Intel Затем очень важна, конечно, графическая система для домашнего компьютера Все больше и больше мы имеем дело с графикой, мы работаем с интернетом Поэтому сегодня обязательно требуется наличие так называемого ускоренного графического порта Затем очень важно качество звука для домашнего компьютера Потому что здесь же проигрываются различные музыкальные CD-ромы и так далее Вот здесь мы, в частности, имеем такие партнерские соглашения с одним из лучших производителей звуковых систем Компании JBL, что позволяет, во-первых, с точки зрения динамиков Буквально два динамика моделируют и звуковую речь, и хорошее музыкальное звучание И очень хорошая низкая частота звука Ну и, конечно, это специальная система моделирования самого звука Так называемый окружающий или объемный звук Это очень важно Обязательным является, конечно, хороший внешний накопитель CD-ром Или сегодня, как в старших моделях Presario, это накопитель формата DVD Хорошее дисковое пространство То есть надо выбирать компьютер так, чтобы где-то через год его параметры находились на уровне средних и выше средних характеристик А что вы можете посоветовать обладателям устаревших компьютеров? Что им делать? К сожалению, многие машины, которые сделаны на 486 или раньше процессоре Они совершенно имеют другую конструкцию, другой дизайн И его модернизация на новую процессорную базу, скажем, Pentium 2 Зачастую обходится дороже, чем приобретение просто нового компьютера Вы знаете, мне бы было очень интересно узнать следующее Какие экологически чистые технологии компакт использует при производстве компьютеров? Безусловно, мы уделяем этому очень большое внимание Во-первых, это энергосбережение, потому что современные компьютеры потребляют в сумме очень много энергии Соответственно, это уголь, это загрязнение атмосферы или нефть, скажем, и так далее И второе, это, конечно, использование материалов, которые можно утилизировать для повторного использования, скажем, для отливки корпусов из пластмассы То же самое относится и к внутренним компонентам То есть стараются использовать максимум материалов, которые возможно использовать повторно, не забирая, как бы, их снова у природы Ну что же, большое спасибо за интересные беседы Я надеюсь на скорую встречу в нашем виртуальном пространстве До свидания Спасибо вам за приглашение, всего доброго Президент Соединенных Штатов должен быть освобожден от должности путем импичмента в случае признания виновным в государственной измене, взяточничестве и других тяжких преступлениях и проступках Именно эту статью Американской Конституции чаще всего цитируют средства массовой информации в связи с недавним скандалом в Белом Доме Речь идет, конечно, об отношениях Белла Клинтона и Моники Левински Такого широкого освещения в интернет еще не удостаивалась ни одна новость Страницы CNN и New York Times теперь посещают по 12 миллионов человек в день Это примерно на 50% больше, чем до скандала Букмекеры тоже схватились за скандальчик и на BetMaker.com принимаются ставки на участие в паре по следующим вопросам Разведутся ли Билл и Хиллари к 2000 году? Признает ли Билл, что имел интимную связь с Моникой? Досидит ли Билл в Белом Доме до конца своего президентского срока? Моника Левински мгновенно стала мировой знаменитостью и сравнялась с популярностью с кино или рок-звездами Ничего удивительного, что в интернет начали открываться ее фэн-клубы А сетевой журнал «Дунг» поделился с сенсационной новостью Оказывается, скандал был задуман на Лубянке Монику Левински агенты КГБ внедрили в Белый Дом в конце 70-х Ей предписывалось дискредитировать президента, что привело бы к сложностям разного рода А Советский Союз смог бы претендовать на мировое господство Появились и новые шутки На вопрос интервьюера «Хотели бы вы провести время с президентом?» 83% американских женщин ответили «Еще раз? Никогда!» Известный актер Джек Николсон отреагировал на хунда «Алтак» Неужели мы хотим, чтобы президент был человеком, не интересующимся женщинами? Билл, держись! Я за тебя! Подразделение компьютерных систем корпорации «Тошиба» Приняло решение комплектовать свои новые ноутбуки серии CityLite Модемными картами кредит-карт модем 56 Новые портативные компьютеры строятся на базе быстродействующих процессоров Intel Pentium 166 и 200 МГц с MMX Означаются дисплеями с активной матрицей Или с эффектом двойного сканирования 16 или 32 МБ памяти Высокоскоростные модемы обеспечат пользователям этих ноутбуков Самый быстрый на сегодня доступ к информации в корпоративных сетях, интернет и других службах Язык моделирования виртуальной реальности VRML Прошел апробацию Международной организации по стандартизации И в Международной электротехнической комиссии Принятие языка моделирования виртуальной реальности Позволит этим организациям впоследствии ссылаться на него, формируя другие стандарты Это расширит использование основанных на VRML технологий Получив международную поддержку, этот визит моделирования обеспечит стабильность спецификации Он будет содействовать совместимости разработок И послужит расширению трехмерных миров в интернет Компания 1С, продолжая серию мультимедийных энциклопедий о животных Недавно выпустила диск Мир Кошек Кошка с древнейших времен находилась рядом с человеком Однако, как известно, она гуляет сама по себе Многое в ее поведении до сих пор остается тайной Может быть поэтому люди часто приписывали кошкам магические и лечебные свойства Но вернемся к энциклопедии В ней содержатся сведения о том, когда появились первые представители семейства кошачьих Сколько всего существует пород диких и домашних кошек И даже как расшифровывается разговор кота и кошки, происходящий мартовским вечером Многие люди считают, что тихие домашние кошки становятся настоящими хищниками на природе Почему это происходит? На страницах энциклопедии можно найти ответ и на этот вопрос Однако, большую часть диска занимают такие темы, как воспитание, уход за животным питанием и советы ветеринара Мир Кошек содержит 130 иллюстраций, терминологический словарь и справочник пород Правда, сколько их всего существует в природе, никто не знает Конечно, подобно всякой солидной компьютерной энциклопедии, диск имеет развитые инструменты поиска информации Диск рассказывает не только о домашних кошках Как ни странно, много интересного в мире кошек найдут любители дикой природы Лев, тигр, леопард также относятся к семейству кошачьих И поэтому они также по праву заняли почетные места в этой энциклопедии На этом наше сегодняшнее путешествие в мир виртуальной реальности и компьютерных технологий закончено До завтра, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова